Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николая Слепцову и микрофону ведущей Сергея Ивановна Антонова. «Сквозь толщу вечной мерзлоты, Как выстрел, выбивший наружи, Неукоротимые цветы Стоят и в непокоть, и стужу. Ты мужество их оцени, Взгляни, восторга не скрывая, Среди снегов цветут они, Суровый край мой украшая». Сегодня мы начали передачу со строк стихотворения «Подснежники» народного поэта Якутии Семёна Данилова. Ведь это действительно первый цветок, который оживает после долгой, суровой зимней стужи. И недаром его связывают именно с силой и мужеством. У нас в республике день подснежника стал доброй традицией якутян. Подснежник имеет в якутской культуре большое значение как символ красоты, молодости и в то же время как символ силы и выносливости. Якутскому подснежнику посвящено много стихотворений и песен, как вы знаете. А родители называют своих дочерей и сыновей в честь весеннего цветка – нюргугун и нюргуяна. Итак, сегодня мы будем говорить о подснежниках, которые являются в Якутии олицетворением весны, нежности, тепла. Насколько эти цветы распространены у нас в республике. Какие интересные факты связаны с этим цветком? Как появился официальный праздник – День подснежника? Как и где он будет отмечаться в этом году? Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Республики Саха и Якутия Нюргуяна Сергеевна Гуринова. Добрый день. Здравствуйте. И научный сотрудник Ботанического сада, Института биологических проблем, Криолитозоны, Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат биологических наук Екатерина Александровна Афанасьева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 32 11 66. Ну что же, дорогие друзья, начнем наш разговор с того, что действительно День Подснежника отмечается во многих странах. А вообще, почему пошла такая традиция и что стало поводом для того, чтобы появился вот такой интересный праздник День Подснежника? Пожалуйста. Ну, подснежниками называют несколько видов цветов. Они у нас начинают расцветать по всему миру, начиная с января по май. И впервые Великобритания учредила этот праздник официально, который отмечают 18 апреля в Англии. Но у них не подснежник, у них другой вид. У нас называется прострелы. Ну, про прострелы, наверное, Екатерина хорошо расскажет про виды. Да, вот действительно в европейской части подснежникам называют цветок с белыми колокольчиками, а у нас в Якутии это цветок, который действительно появляется самым первым из-под снега и называют его прострел. А Екатерина Александровна, расскажите о нем, пожалуйста, да, вообще сколько видов этого цветка произрастает у нас в Якутии? У нас в Якутии представители этого рода прострел из семейства лютиковой эрононкулации, да, произрастает пять видов. Все мы прекрасно знаем прострелы нюргун, по-якутскому их называем, да, и у нас их в пять видов. Из них один прострел желтеющий желтого цвета, остальные четыре синего, синие, фиолетовые, сине-фиолетовые. И все они отличаются по листьям в основном, да, и как листья отрастают с цветками у некоторых видов, да. Например, у прострела Турчанинова это краснокнижный вид, он произрастает в Олегминской районе по реке Олена, по долине Лена, да, и у него листья прорастают одновременно с цветками. У другого вида прострел, аянский, да, это тоже краснокнижный вид, в третьей категории у нас в Красной книге находится, да, и тоже у него одновременно идёт. А как мы знаем, наш прострел желтеющий, которому мы широко знаем, широко распространён, да, у него цветки сначала появляются, а листья позже. И самое главное, да, отличие, кроме окраса и оклоцветника, это листья. У некоторых, у двоих видов это более круглые, они разрезанные, да, сильно рассечённые, у троих видов более другого характера. У одного вида, да, листья почти как у морковки, это прострел Турчанинова. Листья вообще интересные. Вы сказали, что они все находятся под охраной, да, что они входят в Красную книгу нашей Якутии. Так, из пяти видов в охрану находятся, в официальную охрану находятся два вида, да, три, мы всё-таки, мы хотим, чтобы они всегда у нас были, да, сохранить их популяцию. Мы поэтому рекомендуем не срывать цветок, не подрывать семенной плодоношение, да, и не выкапывать из лесу. Это говорят наши экологи, да. Насколько я знаю, вообще традиция проведения мероприятий через Дня Подснежника появилась у нас довольно давно, да. Я права, и вот каждый раз она обретает новые формы, так? Да. В 2004 году впервые у нас был праздник Подснежника. Инициатором был у нас известный журналист Иван Петрович Ушницкий. Все его прекрасно знают. И благодаря ему мы каждый год отмечаем Дни Подснежника, то есть у нас целая декада идёт. По всей республике у нас проходят эко-уроки в школах, ну, в образовательных организациях, детских садах, выставки в библиотеках, интересные конкурсы творческие. И в последнее время очень много поделок стали делать. И заметила, что мало кто уже срывает для букетов Подснежники. Даже дети замечания говорят, когда вот гуляешь по выходным, говорят, это краснокнижный вид, нельзя их срывать. Даже очень приятно, потому что мы уже, получается, в следующем году 20-й год уже проведём. То есть 19 лет проводим в разной форме. Ну, это, наверное, ещё результат большой экологической работы, да, которая проводится среди населения, среди подрастающего поколения, школах, детских садиках об этом говорят. Когда ознакомят, например, детей с этим цветком, показывают, насколько он красив и так далее. Хорошо. Да, это действительно. Я слышала, что в этом году будет проводиться выездной республиканский фестиваль, да? Вот расскажите, пожалуйста, о нём подробнее. Очень много мероприятий запланировано. Да, послезавтра, буквально вот 18 мая. 18 мая – это наш якутский праздник, День Подснежника. И мы проведём республиканский экологический фестиваль, тоже с патриотического значения. Мы назвали «Подснежник, цветок победы» Неркугонка и Севеките. И примут участие очень многие представители женских советов, общественных объединений, также специалисты, экологи, педагоги, дети. И будем проводить его в природном комплексе семейного отдыха «Виль-Эйге». Это по нам сырскому тракту, 17-й километр. Мероприятие начнётся с 10 часов. Будут продавать экопродукции с символикой Подснежника. Будет декоративная выставка. Также будет больше 10 мастер-классов, начиная от лекарственных свойств Подснежника, заканчивая изготовлением цветка из фоамирана, из глины. Будут очень различные интересные мероприятия. Также будет конкурс «Дефиле», кто придёт в костюмах со светами-подснежниками. И гостей ждут праздничный концерт. «Подари мне подснежник». Вообще, какую цель поставили перед собой организаторы данного мероприятия? Цель, конечно, это в первую очередь экологическое просвещение среди населения, чтобы бережно относиться к нашим первоцветам. Также этот цветок, как бы уже говорили, символизирует победу, надежду на лучшее. Поэтому мы и предлагаем усилия, чтобы дети тоже приняли участие. Будут принимать участие общественные организации. Мы хотим ещё отметить некоторых волонтёров. Особенно серебряные волонтёры молодой души очень хорошо работают. Начинается у нас с субботника это мероприятие. Вот уже второй день они там убираются у нас на территории. Также примут участие общественные организации «Подснежник», тоже аналогичным названием, «Села Ой». В этот же день будут проведены праздники тоже в муниципальных образованиях. В Уссалданском улусе в Мюре они каждый год принимают тоже участие. 170 мальчиков примут участие, гимназисты. В Вилюйском улусе уже начинают заготовки, украшения, декоративных ободков и тому прочее. И все те, которые не смогут приехать, они нам отчитаются видеороликами, фотографиями. Это такой народный праздник, когда люди сами с энтузиазмом начинают отмечать этот праздник. И это очень радует. Ну вот по аналогии, наверное, можно сказать, что вот в Японии, например, есть период «Цветение сакур». Да, у них называется прямо «Период любования цветами». И у нас, наверное, тоже можно было бы видеть такой период. Конечно, после такой долгожданной зимы наши первоцветы – самые красивые цветы. И в каждом улусе они разные, и каждый человек тоже воспевает свой подснежек своего района. И, конечно, отрадно отметить, что есть такие активисты у нас. И еще я забыла отметить Гаврилеву Августу Ивановну, тоже села Ой, Нюркугон, и Бурсову Наталью Васильевну, Мирюнскую гимназию. И также седьмой год у нас проводит Осипова Ульяна Юрьевна. Она уже десятый год проводит этот проект Нюркугон, они в Артудойду тоже каждый год фестиваль проводят. Ну это очень приятно, когда люди сами начинают с энтузиазмом проводить и работать по экопросвещению. Действительно, это очень здорово. А вот Институт биологии, насколько я слышала, тоже проводит конкурс. Расскажите о нем подробнее. Ботанический сад Институт биологии проводит конкурс для детей, конкурс детских рисунков. И принимают до 21 мая в трех возрастных категориях и в любой технике. И с этими программами с положением можно ознакомиться на сайте Институт биологии. Детская редакция Кэскель тоже проводит конкурс фотографий «Мой подснежник». У них в соцсетях это есть объявление. Насколько я знаю, Министерство экологии в предыдущие годы тоже очень активно участвовало в проведении этого праздника. Тоже проводили конкурсы, по-моему, украшений, поделок из фоамирана. Да, вместе с Иваном Петровичем мы проводили в селе Тулагина конкурс «Ансамбль». Они пели песни про подснежники. Потом в 2008 году проводили в театре тоже два концерта у нас было. Потом мы перешли уже на прикладное искусство, делали подделки, дети участвовали, рисунки делали, писали сочинения, стихи. Очень много принимают участие массово. Бывает даже трудно оценить работы. И еще были проведены такие интересные мероприятия еще совместно с семьей Атласовых у них на территории. В этом году нам бесплатно предоставляет территория ИЛИАГЕ. Очень благодарны тоже им. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вообще, какие интересные факты о нашем подснежнике вы могли бы рассказать? Во-первых, это лекарственные растения. Хотя она в официальной медицине не используется, но в народной медицине мы ее используем почти что в каждой семье. Так как это представитель семейства лютиковые, это ядовитые растения. Поэтому те, у кого аллергия сильно принюхиваться, целовать эти растения не стоит. Можно вызвать аллергию. Настой делаю, отвар делаю. В основном от ревматизма и от каши. Растирания. Растирания тревматизма. Однако, к сожалению, несколько лет назад подснежник стал жертвой. Его собирали в очень больших количествах. Действительно, люди украшали себя и так далее. Но буквально в последние годы ситуация, мне кажется, стала меняться. И благодаря развитию экологической культуры люди поняли, что цветами все-таки лучше наслаждаться в дикой природе. Каково ваше мнение? Действительно, вот сейчас мы видим, и в социальных сетях люди делятся своими фотографиями. Уже на фоне подснежников, а уже не с букетами в руках. Да, это очень отрадно. Как раз я проезжая около Чочур-Маранда, я смотрю, в руках они несут или просто любуются. Ну и просто так, для статистики. С каждым годом народу больше и больше. Но радостно, отрадно, что люди возвращаются пустые, зато с полными фотографиями, наверное. Да, с фотографиями своих телефонов, да? Это очень радует. Неллина Сергеевна, у вас какое мнение по этому поводу? Тоже, я думаю, у всех есть телефоны, фотоаппараты, что можно запечатлеть живые цветы. На фоне живых цветов фотографироваться, наверное, лучше, чем принести этот букет, который умрет через сутки. И из одного цветка выйдет очень много семян. И я думаю, что мы должны сохранять любые полевые цветы. Ну и с приметами, наверное, можно связать. Насколько я знаю, есть такая примета, что, в принципе, один подснежник домой приносить нельзя. Что это к несчастью. Поэтому, наверное, следует прислушиваться и к мнению экологов, да? И ко мнению, в общем-то, народной мудрости и не приносить сорванные цветы домой. А лучше оставить их на месте, да? В дикой природе. Вот, например, я знаю, что на Западе есть такая традиция. Если люди хотят иметь цветок подснежник у себя, то рекомендуется их выращивать, да? А есть ли вот какие-то способы, ну, как сохранить, заиметь вот такой цветок у себя дома? Мы можем, например, его выращивать у себя по дворе и так далее? Вот что думают по этому поводу учёные? Конечно, есть желания у народа, да, у людей, есть попытки, да. И из-за незнания люди выкапывают крупные растения, большие, да, цветущие. Как мы знаем, прострел — это растения, которые мы в научной терминологии называем малолетками. Что это такое, да? Это растения, которые у них жизненный цикл заканчивается в короткое время. Это 7-8 лет. Получается, в цветущем состоянии они подойдут где-то на второй, на третий год, да, приведут, пересадят у себя на участке. Это займёт всего-навсего 2-3 года. И это растение, оно отмирает. Да, чтобы такого не было, да, мы рекомендуем усаживать их семенами, сеять семенами, да. Да, семена очень хорошо всходят. Их нужно сеять под зиму. Это, получается, нужно сеять, как собрали, можно сразу посеять. И они лежат всё лето, да, оставшееся лето. И после естественной зимы, после стратификации они всходят. Почему же вот они попелуха переносят пересадку? Оказывается, у прострелов корневая система стержневая. Если по-простому, это как морковка. Она очень длинная. И если выкапывать, да, то при малейшем повреждении вот этой корневой системы, она уже не восстанавливается. Поэтому семенами, семена созревают в конце июня, в начале июля, в зависимости от вида, да, и в зависимости от региона. И в основном те люди, которых в детстве на родине цвели синие прострелы, да, они хотят их какой-то кусочек воспоминаний о родине к себе на участок, если они переехали, да, и стараются его сохранить. Поэтому я рекомендую их пересеивать, да, не дожидаясь их естественной гибели. Вот так как малолетки же. Поэтому появился семечко, да, их уже пересеивать. Именно как, да. Это собрали в конце июня, в начале июля, пришли домой и сразу посеяли. А так, заготовка семян, это нужно их прийти, высушить, да, оставить до следующего года? До следующего года оставлять не надо, их нужно в этот же год, как собрали, посеять, да, и всё. То есть технология на самом деле посеять очень простая. В принципе, даже если вы сохраните их, эти семена, собранные семена на следующий год, да, осенью, да, осенью наносить, это в августе, так как у них должна пройти такая естественная, как стратификация, да, естественные ощущения или пережить зиму, вот тогда они взойдут. Природа очень мудрая, очень мудрая, да, если бы прострелы при малейшем просуществовании, прочувствовании тепла, да, после, летом же очень температура колемблется, то холодно, то жарко, да, особенно осенью. И иногда бывает, что прострел просыпается осенью, иногда, почему так происходит, да, это мы говорим научно, это вторичное цветение. Они ощущают холод, прохолодание, да, и почка уже просыпается. Чтобы такого не было, природа очень мудрая, да, если бы было такое для семян, при малейшем вот таком колебании температуры, они все взошли, то не было бы у них запаса семян на следующий год. Поэтому они должны прочувствовать настоящую зиму, после этого сходят. Ну что же, я благодарю вас за очень интересную информацию. Я напомню, что нам цирский тракт, какой километр? 17-й километр, 18-го мая мы ждем на праздник подснежников. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ежегодно 18-го мая, как вы знаете, празднуется еще одна очень интересная дата. Это Международный день музеев. И в этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают и просвещают наших якутян. На встречу этому празднику с 15 по 21 мая текущего года в городе Якутске проходит фестиваль «Якутская музейная неделя», который включает культурно-образовательные и массовые мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Кроме того, в эту субботу пройдет ставшая уже традиционной и любимая очень нашими якутянами ночь музеев. Итак, что интересного приготовили любителям искусства на этот раз и какие мероприятия запланированы в рамках музейной недели? Что станет темой акции «Ночь в музее»? Об этом и многом другом сегодня поговорим с гостем студии. Это руководитель отдела социокультурного взаимодействия Национального художественного музея нашей республики Сардана Ивановна Посельская. Добрый день. Здравствуйте, Сарглана. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетим Саха-радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Сардана Ивановна, вчера Якутская музейная неделя начала свою работу. И мы знаем, что Национальный художественный музей подготовил целый комплекс мероприятий. Это постоянные временные выставки, квесты, игры, мастер-классы. Впрочем, подробнее, я думаю, расскажете, наверное, вы сами. Итак, в чем особенность этой недели? Ну, Сарглана, вы сами только что рассказали про концепцию этого фестиваля. И Якутская музейная неделя проводится в Якутии впервые. И государственные и муниципальные музеи нашей республики объединились для проведения фестиваля Якутская музейная неделя, который будет проводиться в рамках межмузейных треков. То есть каждый музей будет курировать то или иное направление. Национальный художественный музей республики Саха-Якутия и его филиалы, которые находятся в городе Якутске, курируют трек под названием «Искусство». И в рамках недели мы подготовили комплексные билеты. То есть для наших дорогих посетителей мы предлагаем комплексные билеты, которые дают право посетить временные выставки, постоянные экспозиции, интересные, увлекательные мастер-классы, творческие и квестовые игры. Всего мы подготовили пять комплексных билетов. Билеты будут действовать не только в основном здании нашего музея, но и в городских филиалах. Хорошо. Вот комплексные билеты – это, например, для меня лично новинка. Я думаю, что это очень интересно и выгодное предложение этой музейной недели. Вообще, в чем их преимущество? И конкретно, где мы сможем побывать, что увидеть и применить? Преимущество комплексных билетов заключается в том, что их можно приобрести по скидочной стоимости. И то, что за одно время человек может посетить несколько мероприятий одновременно. То есть все пять комплексных билетов, у них свое название. Допустим, в основном здании у нас комплексный берет «Царь леса», который включает вход на выставку Ивана Шишкина, арт-медиацию по экспозиции и творческий мастер-класс по живописи акрилом. То есть это уже три мероприятия в рамках одного комплекса. И уникальность заключается в том, что эти мероприятия будут проводиться только в рамках недели. Поэтому это все равно специально подготовленные мероприятия. Для этого мы объединили и наших сотрудников, и разрабатывали все эти события. Поэтому мы надеемся, что данный фестиваль пройдет с успехом в городе Якутске. Но я хотела бы остановиться на наших мероприятиях, которые мы будем проводить. Следующий комплексный билет у нас называется «Музейные бермуды». И позволяет совершить путешествие по специальному маршруту. То есть начиная от основного здания Национального художественного музея по адресу Кирова 9, это сделать своеобразный такой треугольник. Также посетить галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева по адресу Петровского 4 и картинную галерею академика Осипова по Хабарова 27. Это вот крупные филиалы, которые работают в нашем городе. То есть не только посетить мероприятие, но и совершить небольшую прогулку. Да, и как раз-таки билет дает право посетить сразу три здания, получается. Также у нас в городе Якутске находится филиал «Дом художника» по адресу улица Лермонтова, 31, дом 2. И там работает мастерская национального шития Кендуле. И проходит сейчас временная выставка художника, баталиста Ивана Леведева «История на холсте». И в данной выставке представлено более 30 живописных произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. Поэтому как раз-таки комплексный билет тоже дает право посетить выставку, послушать экскурсию и провести свое время, приняв участие в интересном мастер-классе, и расписать сумку «Шоппер», создать сумку «Шоппер» и расписать акриловыми красками своими руками. Здорово. И каждый человек может приобрести эту сумку для себя или на подарок своим близким, родным и так далее. Также у нас в галерее изурбежного искусства будет работать комплексный билет, который называется «Крафтестик». Тоже как вход на выставку, экскурсия и участие в мастер-классе. Потому что у нас посетители очень любят принять участие в различных интерактивах, интересных мастер-классах, потому что участие человеку не только хочется посмотреть, послушать экскурсию, все хотят что-то руками делать, то есть творить. Конечно, они получают вдохновение и появляется желание. И провести свое время в музейных залах – это абсолютно какое-то другое, особенное состояние. Потому что ты можешь какие-то творческие вещи делать дома, но когда ты это делаешь в зимних залах, в особенной атмосфере, среди произведений искусства, это на человека влияет абсолютно по-другому, по-особенному. Ну и с подсказкой, под руководством мастера. И все наши мастер-классы по живописи, акрилам, полиногравюре, будь то создание сумки «Шоппер», у нас работают профессиональные художники. Поэтому каждый комплексный билет, не просто мы билеты продаем, обязательно будет координатор со стороны музея, обязательно сотрудники будут провести все эти мероприятия. И следующий комплексный билет у нас касается галереи зарубежного искусства. Мы там для детей проводим очень интересную квестовую игру, так как в галерее представлено творчество одного художника-академика Афанасия Николаевича Осипова. Это живописные произведения. И как раз-таки квестовая игра в формате интерактива. То есть это могут быть какие-то викторины, квест-игры, квиз-игры, адаптированные мероприятия. Они позволяют полностью погрузиться в творчество художника. Хорошо. Какая программа вообще подготовлена Национальным художественным музеем на 18 мая? Это, как мы знаем, День открытых дверей. Конечно же, многие наши телезрители и радиослушатели ждут этого дня, когда смогут наконец-то прийти в музей, и в том числе и бесплатно. 18 мая – это Международный день музеев. И ежегодно мы готовимся к этой знаменательной дате. И, как и в предыдущие годы, ежегодно в этот день мы проводим День открытых дверей по постоянным экспозициям основного здания музея его филиалов и некоторым временным выставкам. Именно в этот четверг, 18 мая, каждый желающий может прийти, познакомиться с творчеством якутских художников, с постоянной экспозицией русского и этического искусства в основном здании. Но некоторые временные выставки у нас будут проходить на платной основе. Также бесплатно, абсолютно свободно в этот день вы можете посетить галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Фёдоровича Габышева, где представлено западноевропейское искусство, работы голландских, итальянских, фламандских мастеров и также раздел постоянной экспозиции «Искусство народов Востока». Также в эти дни в галерее начала работать новая временная выставка «Се человек». Поэтому каждый желающий может посетить галерею зарубежного искусства. Картинная галерея Академика Осипова также ждёт своих зрителей в этот день. И вот в основном здании, вот в двух галереях будут по времени проводиться бесплатные арт-медиации. Они будут проводиться по сеансам, поэтому, если кому интересно, желающие могут присоединиться. Также отдельно хочу отметить наши филиалы. Это выставочный зал, который находится по адресу Кирова, 12. Там сейчас проходит очень интересная выставка «Единство противоположностей художественной династии Собакиных». Отец, основатель династии Афанасий Собакин, представитель творческого сообщества художников, представитель 60-х годов, можно так сказать. Он долгое время работал в нашем музее. И его дочь Ольга Скорикова, она сейчас работает председателем Союза художников Якутии, один из современных художников Якутии, дизайнер, живописец. То есть даже название выставки само такое очень интересное «Единство противоположностей». То есть выставка представляет творческое наследие абсолютно по стилистике, по технике исполнения художников, работающих в разных жанрах, можно так сказать. В разных техниках. Да, и в Доме художника, ну, я уже говорила об этом, в Доме художника проходит выставка «История на холсте» художника-баталиста Ивана Лебедева. Поэтому все желающие также могут бесплатно, 18 мая, в рамках Международного дня музеев, посетить все наши городские филиалы и основное здание нашего музея. Ну и в эту субботу, 20 мая, пройдет очень интересное мероприятие. Это всероссийская акция «Ночь музеев-2023». Мы знаем, конечно, что вот это мероприятие «Ночь музеев» уже давно полюбилось нашим якутианам. И какова вообще основная цель этой музейной ночи? И как давно Национальный художественный музей вообще проводит вот такие ночи? «Ночь музеев» — это действительно уникальное событие. Это международное событие, которое проводится ежегодно в рамках Международного дня музеев и проводится практически во всех уголках планеты. Все крупные музеи присоединяются к данной акции. И Национальный художественный музей одним из первых присоединился еще в нулевые годы к данной акции. И, по-моему, первым даже начал проводить акцию «Ночь музеев». Ну, среди первых, это точно. И более десяти лет проводится эта акция. И, если не ошибусь, более 15 тысяч человек ежегодно посетило данное событие. И в России ежегодно тематика меняется. В этом году по всей России тема объявлена очень обширная и называется «История и истории». Вот так. Поэтому в рамках «Ночь музеев» мы, конечно же, подготовили специальную программу для наших посетителей. Я знаю, что у вас будет три специальных трека. Давайте расскажем о каждом из них. Начнем с первого. И тема «История и истории» будет концептуально раскрыта в трех направлениях, в трех треках. Это история России, многоликая страна, история Якутии, место силы и история музея назад в будущее. И в рамках трех направлений у нас будут проводиться вечернее время, скажем так, в нестандартное для музейного время. То есть, ну, вечернее время, потому что это практически ночное время. С 7 вечера до 11 ночи у нас будут проводиться различные мероприятия. Давайте поговорим, какие еще акции, сюрпризы вообще подготовлены для тех, кто придет посмотреть и поучаствовать в музейные ночи. Ну, трек «История России», многоликая страна у нас раскрывает этнокультурное многообразие нашей страны. Ее объединяющие преимущества – духовность, самобытность. И я хочу отметить те выставки, которые проходят у нас в музее. И только на ночь музея вы можете в одно время все эти региональные выставки посетить. У нас проходит выставка в диалоге времен из собрания Таймырского дома народного творчества из города Дудинки Красноярского края. Данная выставка представляет искусство коренных народов Таймыра, Долган и Нганасан. Проходит уникальная выставка «Атлас тибетской медицины. Секреты долголетия» из собрания Национального музея Республики Бурятия из города Улан-Удэ. И выставка включает 40 высокоточных листов, копии тибетского «Атласа», который является редчайшим живописным памятником культуры, искусства и науки Центральной и Восточной Азии. Также у нас проходит выставка художника Ивана Шишкина. Многие, наверное, уже посетили, но у вас еще есть возможность в рамках «Ночь музеев» посетить. И в рамках данного трека будут проводиться различные ар-практики, мастер-классы, концертные блоки. История Якутии «Место силы» раскрывает историю народов Якутии через призму феномена региональной культуры, значимой для общероссийской культуры. И наша Якутия родная – это своеобразное место силы, источник вдохновения. Это основа локальной идентичности национального самосознания. В рамках этого трека относятся у нас и постоянные экспозиции искусства Якутии, мультиведийная выставка «Достояние республики», различные интересные мастер-классы, которые проводятся сотрудниками нашего музея. И будут выступления артистов Алан-Хо театра и ансамбля «Сияния севера». И еще хочу отметить последний трек – это «История музея». В этом году Национальному художественному музею в ноябре исполняется 95 лет со дня основания. И одним из главных мероприятий этого трека станет фотопроект «История музея в лицах, событиях и артефактах». Поэтому будет очень интересно. По входным билетам будут разыгрываться призы, подарки от музея, от друзей музея, произведения искусства от художников Якутии. Поэтому никому не будет скучно. Приходите всей семьей, друзьями, близкими и проведитесь с пользой свое время в залах нашего музея. С пользой и очень интересно. Ну что же, сегодня мы говорили о том, как пройдет Якутская музейная неделя, о том, как пройдет ночь музея Национального художественного музея. Спасибо вам за очень интересную информацию. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова. Всего доброго, до свидания.